Когда я приезжаю в любую редакцию или начинаю консультацию с редактором или журналистом, мой самый первый вопрос, который я задаю, покажите свой календарь. Сколько дней в декабре? Ровно 31, Ваше Величество. Значит, сегодня 32 декабря. И на удивление, огромное количество людей, работающих в медиа, не имеют профессионального календаря, не используют его как основной инструмент. Поэтому давайте не будем делать такую ошибку, какую делают вот те нехорошие журналисты и редакторы, и настроим ваш профессиональный календарь, что позволит вам работать спокойнее, без форс-мажоров, предугадывать события, готовиться к ним заранее, знать, что будет происходить, и удивлять этим своим знанием всех своих коллег и аудиторию. Какие даты мы добавляем в календарь? В первую очередь, это так называемые сезонные темы. Наверняка вы специализируетесь на какой-то отрасли, на какой-то сфере общественной жизни. Вы не можете быть однозначно специалистом и в балете, и в атомной энергетике, и в ЖКХ. Следовательно, у вас есть определенный круг интересов, круг тем, за которыми вы следите и о которых вы пишете. Следовательно, мы садимся, думаем, смотрим в потолок и выписываем все повторяющиеся сезонные темы, которые в этих отраслях существуют. Декабрь, январь, февраль, катание на коньках, масленичные балаганы, в марте начинается снеготаяние. Ну, например, если вы специализируетесь на балете, там сезоны регулярные, и начинаются они приблизительно в одно и то же время. Если вы специализируетесь на ЖКХ и коммунальных службах, там тоже есть сезонные темы, когда внезапно весной начинается выкапывание улиц или перекладка какой-нибудь плитки. Вы можете предугадать, наблюдая за этой сферой, вы можете знать, вы точно специалист в этом, какие темы будут повторяться каждую весну, каждый март, каждое первое сентября, и вы выписываете в календарь, отмечаете эту тему, когда приблизительно она начнется. Следующий большой пласт событий, который должен быть в вашем календаре, это большие ключевые события, мероприятия, конференции, симпозиумы, заседания такие основополагающие, которые будут в этом году в веренной вам теме. Для этого вам нужно посмотреть, какие организации являются основополагающими в вашем направлении, и пройти, прошерстить все их сайты, закачать все пресс-релизы, все анонсы, все планы мероприятий, которые у них есть. Практически все в нашей жизни планируется и предугадывается. Очень мало что происходит такого спонтанного. Поэтому занимайтесь балетом, выбирайте все театральные пресс-релизы, все театральные планы мероприятий. Занимайтесь атомной энергетикой, смотрите, какие будут большие международные события, национальные, может быть, региональные, локальные. Ходим по сайтам, смотрим анонсы и выписываем это в календарь. Я бы хотел, чтобы все было на своем месте и все в свое время. Третий большой пласт, который необходимо заносить, это обещание. Когда вы берете интервью, когда вы читаете мнение экспертов, либо материалы ваших коллег по нужной вам тематике, там всегда эксперты, либо ответственные лица говорят, мы обещаем, что в начале сентября произойдет вот это, или в 25-м году, 18-го декабря, вот мы запустим что-то там. Обещала наша королева целую корзину золота, тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вам нужно научить свой глаз видеть эти даты, видеть и отмечать. И не нужно ждать 18-го там декабря или сентября для того, чтобы надо вспомнить, кто же обещал что-то нам в 25-м году. Вы как только видите эту дату в публикации, либо в интервью, либо слышите это в беседе, вы тут же моментально должны занести это в календарь. И это дает вам, во-первых, возможность предугадать, что пообещали, что должно, по идее, случиться через 2 года, через 3 года, через 3 месяца, и подготовиться к этой публикации, собрать информацию, задать вопросы, подготовить список экспертов. То есть вы уже научитесь предвосхищать будущее. Еще и солнце не встает, она уже на коленях возле грязки. И даже если кто-то сорвет дедлайны, и кто-то не выполнит свое обещание, у вас уже будет готовый массив информации, и вы можете быстро выпустить материал. Нам обещали, мы подготовились, но ничего не выполнено. Какой кошмар, заголовок на первую полосу, и вы получаете большой кусок трафика. Ваши коллеги, которые календарь не ведут, не могут предугадывать такие события. Они утром собираются, внезапно узнают из пресс-релиза, что что-то случилось или что-то обещали, какой-то дедлайн сорван, и у них очень небольшое количество времени для того, чтобы подготовить глубокий материал. В отличие от вас, где подготовлены интервью, список экспертов, собрана информация, проверены документы, и вы выпускаете отличный, продуманный, профессиональный материал, тем самым выделяетесь на фоне всех остальных. А всего лишь что? А всего лишь у вас есть профессиональный календарь, и вы научились, вы выработали у себя рефлекс, заносить все даты, которые слышите, заносить в этот календарь. И поэтому в таком случае, конечно, он нужен электронный. Вы можете писать в ежедневнике, поперек, с зеленым маркером, какую-то напоминалку, но вы не вспомните об этом 18 декабря 2025 года. Если у вас есть электронный календарь, если он у вас на смартфоне, на планшете, в вашем лэптопе, он у вас синхронизируется, и вы, неважно, с каким девайсом вместе путешествуете, у вас всегда есть актуальный календарь, и вы всегда можете посмотреть на месяц вперед, на полгода вперед, на год вперед, что такого запланировано, что такого будет происходить, что пообещали, и какие сезонные темы вам стоит осветить в ближайшее время. А я бы рада забыть. Да не забудется! То есть вы получаете себе свободу, вы получаете себе пространство выбора и время, чтобы подготовить свой материал без форш-мажора, без паники.